МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Надежда Евгеньевна Яковлева, председатель совета дома номер 49 по проспекту Фрунзе. И вам самое доброе утро. Доброе утро. Ну что же, да, вот хотелось бы задать вопрос в начале, скажем так, старости дома по Московскому проспекту. Мы с вами уже успели пообщаться. Ваш дом – это, скажем так, ворота Ярославля. Когда едешь со стороны Москвы, это такой первый грандиозный жилой дом. Тяжело ли быть старостой и насколько это большой груз ответственности? Ну, это действительно большой груз ответственности, потому что вот в отличие от многих домов, которые у нас есть, наш дом не только самый большой, но и обладает самой большой придомовой территорией. То есть у нас несколько гектар, которые и детские площадки, и цветники, и, соответственно, даже есть своя березовая роща. Вот, поэтому это достаточно большое хозяйство. Целый комплекс такой, да, представляешь? Это за этим всем следить нужно. Но у вашего дома не было наград еще никаких, да, в связи с связанной с благоустройством? Нет, мы еще только вступаем на эту стезю и надеемся, что вот еще немножко постараемся и будет. Ну, просто сейчас у нас идет грандиозное строительство по программе «Доступная среда», поэтому часть газонов у нас не очень презентабельная в этом году. Но думаем, что к будущему году у нас все будет замечательно. Надежда Евгеньевна, а 49-й дом по проспекту Фронзе уже был в числе призеров? Да, неоднократно. Мы цветы начали сажать с 2007 года. Так, и за 7, скажем так, лет работы сколько у вас наград? Ну, много мы не считали, но мы практически каждый год участвуем в этом конкурсе «Ярослав цвету», организованный Виктором Владимировичем Макулычем Насом. Знаете, у нас бабушки говорят, умирать не хочется, как хорошо. Все радуются, идут на работу, улыбаются, с работы идут уставшие. Ну, у вас действительно прекрасные клумбы? Действительно прекрасные. У нас клумбы на 14 сотках около дома. Большие, огромные клумбы там. А как происходит оформление этих клумб? Придумывать какую-то идею или как кому захочется? Ну, мы все вместе собирались и решили, какие у нас будут там... Ну, как мы... Нет, мы все вместе решали, какие у нас будут цветники. У нас не просто посаженные цветы, у нас вот именно оформленные клумбы. Ну, а вообще это все делается за счет жителей, вероятно, да? Да, за счет жителей. И силами жителей. И силами жителей. И цветы приносят садовых участков жителей. За 7 лет сменились ли инициаторы, сменились ли исполнители? То есть подключаются ли новые, приходит ли молодежь? Подключаются новые. Новые подключаются. Когда мы все это начинали, мы сделали фильм с того, что у нас было во дворе. Это шприцы, дерьмо собачье, строительный мусор. Одновременно приходили, работали по 100 человек. Значит, ломали лопаты, но мы своего добились. Клумбы у нас получились, получились очень красивые. К нам приезжали не только с других районов города, но даже приезжали на экскурсию других городов. Вот. Значит, когда цветы отцвели, уже поздней осенью, мы записали 100 дисков и подарили самым активным жителям дома, которые принимали участие на клумбах. Здорово. Так что у нас осталась очень хорошая память вот с того, что было и с того, что стало. Ну, а сейчас мы уже сейчас шагаем дальше. Мы не остановились на одних клумбах. Мы, значит, привели в порядок детскую площадку. Поставили ограждение металлическое на детской площадке, чтобы дети не выбегали на проезжую часть. Значит, сделали у нас, расширили парковочные карманы на 41 машину. Ну, то есть, тут такой серьезный, в общем-то, подход. Да, 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 чтобы не стояли у подъедов на тротуарах. Началось склумб, а закончилось таким масштабным благоустройством. Давайте посадим цветы. Давайте на выходном посадим цветы. А сейчас у нас уже и парковка расширенная, и ограждение для детей, детские площадки. У меня такой вопрос, знаете, передаете ли вы свой накопленный опыт соседям из других дворов, из других районов, из других кварталов? Почему такой вопрос? Потому что таких дворов, как ваши, их должно быть больше в нашем городе. Мне кажется, это должно стать повальным каким-то увлечением. Да, вот только сегодня Лидия Николаевна мне сказала, можно нам подъехать в вашу главную проспекту. Нет, мы друг у друга действительно учимся, и вот действительно таких дворов становится все больше и больше, что отрадно. И потом как бы опыт друг другу передаем, и действительно все больше и больше жителей включается в эту работу. То есть сейчас, ну, как бы садоводы, это и хризантемы, пожалуйста, и какие-то давайте еще вот это и это. И более того, у нас, например, есть в доме, ну, поскольку самый большой дом, у нас есть люди всех специальностей. Да, поэтому у нас есть и биологи, и, значит, там, ботаники, и люди, которые... Вот есть преподаватель, которая 30 лет преподавала в ВУЗе. Вот, сама активный очень садовод, флорист, и, конечно, тоже, значит, в этом деле участвует и фактически готова возглавлять вот именно такое повальное... Движение цепочное. Уже сложнее. Сложнее. Уже просто как бы, ну, это будет так, по-домашнему. А хочется, чтобы было что-то концептуальное, чтобы действительно вот это было, все это грамотно сделано. Людмила Николаевна, вы говорили об очень интересной истории, рассказывали нам за эфиром, связанной с Алией. Расскажите, пожалуйста. Ну, у нас, значит, во-первых, дому уже около 40 лет, и когда мы приехали, заселились, то, понятно, это самая высокая точка города Ярославля, это такой бугор, пустой, заваленный строительными материалами, слева и справа. Но рядом с Крестовской церковью, где наш дом находится, значит, был еще и поселок, и частные дома сносили, и от них остался яблоневый сад. И было как-то очень обидно, что вот мы здесь на пустыре среди стройматериалов, а вот сбоку цветущие яблони, вишни, и очень все замечательно. Поэтому жители стали потихонечку, значит, благоустраивать территорию своими силами, и молодые семьи, которые заселялись, значит, сажали деревья по случаю рождения своих детей. Сейчас у этих детей уже появились свои дети, и появляются новые деревья, значит, деревья именные. Родители и дети за этими деревьями смотрят, очень переживают, прижилось, не прижилось, выросло, не выросло, не сорвал ли кто веточку. Это очень трогательная традиция. Поэтому, да, и мы уже думаем не в этом парке, может быть, нам, как вот на мосту, где замочки вешают, может быть, какую-то конструкцию для молодоженов. Ну, на самом деле, все впереди, и осталось только пожелать вам успеха в вашем деле, а также передавайте опыт своим соседям, он очень важен, мы хотим, чтобы наш город цвел, цвел, начиная с дворов. Сегодня у нас в гостях были Лидия Николаевна Мазаева и Надежда Евгеньевна Яковлева, и они рассказали нам о том, как можно своими силами, просто применяя свое образование или свое желание, устроить у себя во дворе настоящий цветущий сад и облагородить территорию. Ну, а генеральный спонсор нашей программы Лакинский квас, от него и от нас, пожалуйста, примите, это небольшие подарки.